Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. И сегодня наш рассказ о Симферопольском пулеметно-минометном училище и его студентах. Какая связь между Балаковым и Симферополем, спросите вы? А мы ответим – студенты. Ведь в годы Великой Отечественной это учебное заведение было эвакуировано в Балаково и продолжило здесь обучение курсантов. Училище, которое до эвакуации называлось пехотным, расположилось сразу в нескольких зданиях, потому что разместить более тысячи курсантов в одном корпусе было проблематично. Педагоги были как симферопольские, так и местные Балаковские. В военном училище курсанты учились общаться с оружием, хотя по возрасту им больше подходило постигать азы школьных предметов. Многие из них успели закончить только восьмилетку. Такие же мальчишки – ровесники нашим студентам. Это же училище, то есть это где-то примерно 17, 16, 18 лет. Сейчас историю Симферопольского пулеметно-минометного училища составляют студенты Балаковского губернаторского техникума. Ребята ищут в архивах данные о том, как их сверстники в далеком 45-м готовились к участию в войне. В 41-м году оно было сюда дислоцировано, а в 42-м году уже началась самая горячая пора. Все те курсанты, которые здесь обучались, практически все, были отправлены сразу на фронт после небольшого периода обучения. Закончили училище и получили дипломы единицы. Официальных выпусков было 5, а большинство учеников просто проходили краткосрочные курсы и отправлялись на войну. Одним из студентов Симферопольского училища был Балаковец Валентин Ерошкин. Он поступил на учебу, уже имея военный опыт, когда был ранен и лечился в Балакове. А на фронт Валентин засобирался рано в 16 лет. Из-за возраста на передовую его не отправили, сначала определили в разведшколу. Одно из первых заданий. Он страшно ранен, выворочена половина живота, 18 осколков, пробитые ноги, 5 пуль. Врачи вообще удивлялись, что выжил. Не то, что он встал в строй и вернулся. Вернулся и совершает тут на реке Десне один из своих подвигов. Когда нужно было взорвать мост, и плотик со взрывчаткой на середине реки застрял, и он бросается в воду и сам толкает к мосту. Эту взрывчатку, естественно, рискуя своей жизнью. Казалось, что Валентин Ерошкин ничего не боялся. Был случай, когда он попал в окружение вместе с боевыми товарищами. Немцы тогда решили расстреливать каждого третьего. И Балаковец сам вызвался на гибель. Он видит плачущего украинца, старика, плачущего как ребенок перед страхом смерти. И он становится вместо него. Его расстреливают с этой кучи. Он выползает, кое-как связные его находят, он попадает в госпиталь. И тогда Ерошкин узнает, что в Балакове действует Симферопольское училище. И решил совместить приятное с полезным. И вылечиться в родном городе, и знания получить. Он обрадовался, что можно увидеть маму. Естественно, его сюда привозят в Балаково. И здесь он учится, вот в этом училище, но больше хулиганит. Потому что, ну представьте, парень, который прошел уже огонь и порох, и смерть. И вдруг он его на деревянных пулеметах начинает его чему-то обучать. Поэтому и не закончил Валентин училище. Он знал гораздо больше, чем его сверстники-курсанты. И подлечившись, Балаковец отправляется обратно на фронт. Главный его подвиг был впереди. Это, конечно, форсирование реки Висла, где он 12 раз на лодке перевозит частями наш десант, группы наших бойцов. Представляете, туда-обратно, под непрерывным обстрелом. Он опять ранен. Два раза лодка его утонула. Вот из-за этого он был представлен к званию звезды Героя Советского Союза. Об этом он узнает тоже в госпитале, в очередной раз оказавшись там. Важным событием для 20-летнего Героя Советского Союза стал парад Победы на Красной площади в 45-м. Он шел тогда в строю победителей. Ну а после этого продолжил военную карьеру и в Балаково вернулся в 1961 году. Но почивать на лаврах он не стал. Поднимают такую масштабную военно-патриотическую работу, которая ни до, ни после Ерошкина никогда не была. В школах проводится Орленок, Зорница. Он сам в мундире принимает как главнокомандующие эти игры. По школам гремело его имя, до сих пор ветераны образования его вспоминают и говорят, Ерошкин, мы дрожали, уже знали, что Ерошкин приедет, он строгий, характерный. Евгения Бруславцева знает историю Валентины Ерошкина, как никто другой. Для своего документального фильма она по крупицам собирала воспоминания тех, кто знал Валентина Кирилловича. И не случайно она выбрала место для нашего интервью «Обелиск». Это детище Ерошкина. Создается плакат «Память сердца». 800 человек найдено было погибших. Люди несли ему домой и в охоронке, и сведения, чтобы только пополнить эти списки. Но, естественно, плакат есть плакат, надо это увековечить. И к 30-летию победы, к 75-му году Ерошкин выходит с предложением создания вот этого обелиска. Несмотря на то, что Валентин Кириллович так и не закончил Симферопольское училище, после войны он взялся за поиски бывших однокурсников. Благодаря Валентину Ерошкину связь с бывшими курсантами поддерживалась даже в послевоенные годы. И в Балакове состоялось несколько встреч. Балаковцы до сих пор чтят память своего земляка. В микрорайоне, где он жил, именем героя, названа школа. Новый сквер неподалеку тоже носит его имя. А на стене дома появилась памятная табличка. Все ходят и все видят, что она на видном месте, что здесь жил герой Советского Союза Ерошкин. И мы, конечно, очень гордимся этим. Валентин Ерошкин – герой Советского Союза, почетный гражданин Балакова и Тернавы. Его историю изучает на уроках мужества в балаковских школах. Валентин Кириллович всегда был на передовой и в мирные годы, и в военные. И даже уйдя на пенсию, он продолжил трудиться в Совете ветеранов, рассказывая школьникам о подвиге советских воинов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова